Древние века, средние века, учили там СССР, а теперь нам надо учить период ельцинизма. Ельцинизма. Значит, нам времени не хватает. Надо удлинять часы истории. То же самое остальные учителя говорят, а нам по физике надо новые. И они говорят, надо удлинять процесс обучения. И речь идет о 12-летнем образовании. Хорошо это или плохо? Ну, хорошо и плохо, это факт. То есть, от него никуда не денешься. Вопрос, как к нему относиться. А мы говорим, что через 2-3 года надо будет изучать период другой, третий. Тогда что, всю жизнь, получается, надо учиться? То есть, речь идет о чем? Да, еще что важно понять. А за счет обновления знаний сейчас что происходит? Во многих колледжах, в институтах. Вот вас, такой пример, научили работать на компьютере, там, в ВУЗе, да? Вы научились, там, на языке определенном все. Учили, учили, вышли, а компьютеры эти отменили, электронные, стали плазменные, да? Или сейчас на биотехнологиях. И получается, человек говорит, а что вы меня учили этому? Это ничего не надо. Забыть и выкинуть. Мне надо новое, но этого я не знаю. То есть, речь идет о чем? Вот это новое информационное состояние привело к тому, что надо переходить от педагогики фактологической, то есть, когда тебе дают факты, 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 к педагогике методологической. То есть, надо ребенку сейчас в школе дать метод освоения новых знаний, с которыми он соприкоснется по жизни, чтобы он самостоятельно мог ими овладеть. Принципиально иной подход. Более того, вот то, что в концепции рассмотрено, сейчас надо не удлинять образование. А вот если перейти от педагогики, в каком родился там один царь, другой, когда война была, к другому подходу, тогда, оказывается, среднее образование можно получить за 8-9 лет, а выше за 3-4 года. Вот вам, уважаемые те, кто смотрят эти лекции, подход принципиальный. И от него никуда не денешься. Иначе беда будет. Потому что сейчас очень много всего нового, и человек не успевает все это переваривать. Оно же все есть. И если давать ему все эти факты, просто жизни не хватит. Значит, надо дать метод, когда он с чем-то соприкоснется, чтобы он мог разобраться и оценить, надо ему это, не надо и так далее. Вот. Но самое-то главное, я что хотел этим завершить. Вот несмотря на всю мерзость этой ситуации, их концепция, основанная на толпо-элитарной системе и на дозированной подаче знаний, она терпит крах. То есть, мы рабовладельцы. Чтобы нам теперь в новом информационном состоянии хорошо жить, мы должны рабам давать новые знания. Давая рабам новые знания, они выходят из-под нашего повиновения. Значит, рабам не надо давать новые знания. Но если мы не будем давать им новые знания, мы не будем лучше жить. Значит, чтобы нам лучше жить, ну, имеется в виду рабовладельцам, нам надо давать новые знания. Но давая, и так, значит, у попа была собака, понимаете? Всё. Это библейский змей-символ, сам себя поймал за хвост. То есть, неизбежен переход от этой концепции к этой концепции. И он обусловлен объективными причинами. Не удастся, иначе подводная лодка вся грохнется. Вот что я хотел сказать этим тезисом. Это мы тоже потом рассмотрим. Ну и, наконец, значит, вот следующее. Это всё, что связано с экономикой, так называемой, экономической наукой рассмотрели. Там много чего, значит, и об этом у нас отдельные лекции будут по блоку экономических вопросов. Но во вводной лекции я остановлюсь тоже на таких нескольких завлекательных примерах, чтобы выправить некие кривые зеркала. Ну, начнём вот с чего? Значит, в экономике. Цена товара. Она что-нибудь стоит? Вот пришли в лес, стоит сосна. Она что-нибудь стоит? Ничего она не стоит. Подошли к ней три мужика. Один говорит, ну что, мужики, спилим эту сосну и давайте её толканём в соседнюю деревню там за 500 рублей. Другой говорит, да ты что, дурак. Давай за тысячу. А третий говорит, мужики, вы не правы. Её можно там за две тысячи вполне толкануть эту сосну. То есть, это что? Произвол. Произволение. Значит, но воля может быть как хорошей, так и плохой. Зарплата. Вот она от чего зависит? Чем она определяется? Она определяется тем же самым произволом. И я вам скажу, ну, для примера, в Японии, чтобы вы знали, разница в оплате труда самого низкооплачиваемого работника на фирме и самого начальника фирмы, знаете, во сколько раз отличается? В пять раз. В Западной Германии, вернее, в Германии теперь уже, в 15 раз. В Америке, вот по последним данным, где-то в 25 раз. А у нас? А у нас вообще зарплату, вы видите, не платят. То есть, это определяется концепцией, произволом. Почему в Японии? А в Японии они сказали себе, у них своя концепция, мы, японцы, будем зыть холосо. И они вот так приняли решение, вот так. Потому что учение Карла Маркса о том, что о прибавочной стоимости, оно в принципе неверно. Три источника, три составные части марксизма. Два из них тухлые. Первая, неправильная постановка основного вопроса философии, что первично материя или сознание. И второе, это так называемая теория прибавочной стоимости Карла Маркса. Кстати, Сталин подписал смертный приговор марксизму. И Сталин никогда марксистом не был. Он в 52-м году, когда вот вышла его работа, экономические проблемы социализма в СССР, там, я практически цитирую, сказано вот что. Нашей экономической науке, пишет Ось Васильевич Сталин, надо пересмотреть некоторые положения политэкономии как несоответствующие действительности. И дальше Сталин пишет, это в первую очередь касается таких категорий, как необходимое рабочее время и прибавочное время, необходимый продукт и прибавочный продукт. Но если отбросить эти категории, убрать их из теории, то от прибавочной стоимости ничего не остается. А и действительно, вот представьте, вы пришли на склад, где лежат булки. Как провести черту между необходимыми булками и прибавочными? Где мера-то? Есть мера или нет? Что необходимо и что прибавочное? По булкам? Нету. А раз нет меры, получается безмерие. А тот же Ленин говорил, социализм это контроль и учет. Но если нет единицы контроля и учета, получается беспредел. И вот этот беспредел он привел к краху. Дальше, значит, вот я вам доллар уже показывал. Вопрос такой задаю всем. Кто из вас знает, по какой формуле определяется, что один доллар стоит сейчас 29 рублей, ну, 32 копейки? Кто знает? Кто видел формулу? В школе учили нас этому или нет? Нет. И вы нигде не найдете этой формулы. Почему? А потому что ее нет. Ну, она же откуда-то берется. Вот мы же ходим по городам и видим там эти обменные пункты, эти циферки. Ведь их кто-то написал? Кто написал? И откуда все это берется? Так вот, я докладываю. Есть так называемая процедура фиксинга Ротшильдов. Она действует с 1972 года. Значит, до 1972 года был так называемый золотой стандарт. То есть, паритет валют определялся запасами золота в закромах каждой страны. То есть, в России 200 тонн, в Германии или в Швейцарии 20 тонн. Один к десяти. Но после того, как производством товара стало базироваться на электроэнергии, золотой стандарт просто себя изжил. И возвращение к нему бесполезно. И эта мафия была вынуждена перейти на произвол. А произвол какой? Собирается международный мафиозный сходняк в количестве 5-7 человек под председательством Ротшильда два раза в день после завтрака и после обеда в лондонском банке. И вот эти люди, имея вполне конкретные цели в каждой стране, они назначают стоимость золота за тройскую унцию. Но через это назначение стоимости золота за тройскую унцию они определяют соотношение валют. Почему? Потому что объемы продаж и покупок золота каждой страны никому неизвестны. Они известны только вот это.